Добрый день! Сегодня мы будем говорить о питании и режиме рек, о влиянии подземных и поверхностных вод на рельеф. Мы познакомимся с новыми понятиями, с фазами водного режима и типами питания рек. Вы узнаете о влиянии поверхностных и подземных вод на формирование рельефа. Реки несут свою воду от истока к устью, а количество воды в них не уменьшается. Откуда в реках берется вода? Поступление воды в реку называется питанием реки. Выделяют пять источников питания реки – дождевое, снеговое, подземное, ледниковое, смешанное. От каких факторов зависит источник питания? От районов, где протекает река, зависит источник питания реки. Давайте более подробно рассмотрим этот вопрос. Дождевое питание присуще рекам, где осадки выпадают в виде дождя. Это реки экваториальных, тропических широт и юго-умеренных широт. Там, где климат более холодный и осадки выпадают в виде снега, преобладает снеговой тип питания рек. Это реки умеренных и полярных широт. Реки высоких гор имеют в основном ледниковое питание. Многие реки частично питаются подземными водами. Однако наибольшая доля подземного питания у рек жарких засушливых областей в тропических широтах. Но чаще всего реки питаются водами из различных источников. Такое питание называется смешанным. Реки Беларуси имеют смешанное питание – дождевое, подземное, с преобладанием снегового. Весной реки Беларуси питаются талыми снеговыми водами, летом и зимой – преимущественно подземными, а осенью – дождевыми водами. Для реки Неман характерно смешанное питание с преобладанием грунтового. От питания реки в значительной степени зависит ее водный режим. Водный режим реки – закономерное изменение во времени состояния реки, уровня воды, скорости течения, температуры. Для рек характерны периоды с типичными уровнями, повторяющимися каждый год. Они называются половодье, межень, паводок. Половодье – высокий и продолжительный подъем уровня воды в реке. Этот подъем сопровождается затоплением поймы, наблюдается каждый год в один и тот же сезон. Половодье вызывается весенним таянем снега на равнинах, летним таянем снега и льда в горах и в полярных областях, обильными дождями. Время наступления и продолжительность половодья в разных географических условиях разные. В Белоруссии половодье наступает весной. При высоком подъеме уровня воды может начаться наводнение. Наводнение – затопление территории. На реке Неман половодье начинается в марте и длится 30-50 суток. Межень – устойчивый период с самым низким уровнем воды в реке. В Межень реки маловодные. Главным источником питания являются подземные воды. В умеренных широтах различают летнюю и зимнюю Межень. Летняя Межень наступает в результате обильного испарения влаги. Зимняя – в результате отсутствия поступления воды в реки, так как реки покрыты льдом. Зимняя Межень на реке Неман нарушается оттепелями. Паводок – быстрый, но кратковременный подъем уровня воды в реке. Образуется обычно от обильных дождей. Временами в результате быстрого таяния снега. В отличие от половодья возникает нерегулярно. Для реки Неман характерны паводки осенью. Реки полярных и умеренный широт в холодное время года покрываются льдом. Наступает ледостав. Ледостав – это образование на поверхности водоема или водотока ледяного покрова. Мощность ледостава может достигать несколько метров. Льдом Неман покрывается во второй половине декабря. Но некоторые участки рек зимой не замерзают. Эти участки называют полыньями. Чаще всего они наблюдаются в местах быстрого течения при выходе реки из глубокого озера. Вскрытие рек ото льда сопровождается ледоходом. Ледоход на больших реках может сопровождаться заторами. Заторы – это скопление льдин в русле реки. Ледоход на реке Неман начинается в конце марта. Для рек Беларуси характерно весеннее половодье. Зимнее и летнее межень. Осенние паводки. Ледостав 4-5 месяцев. Толщина льда 40-50 сантиметров. Текучие воды влияют на окружающую природу. Постоянные водные потоки выполняют разионную работу и аккумулятивную работу. В результате разионной деятельности рек происходит углубление русла. Склоны долины реки размываются водой. Формируется пойма и терраса. Происходит образование меандров. Меандр – это плавный изгиб речного русла. Он образуется при замедлении течения реки на равнинном участке. Меандры со временем отделяются от русла и превращаются в озера старицы. В русле реки есть глубокие участки. Они называются плёсы. Плёсы чередуются с мелководными участками русла и называются перекатами. Это эрозионная работа реки. Река несёт и откладывает вниз по течению твёрдый материал – песок, глину, гравий, гальку. Этот материал называется алювий. Дно речной долины заполняется речными отложениями – алювием. После ливневых дождей или таяния снега возникают временные водотоки. Они размывают почву и подстилающие её породы. Сначала образуется небольшая промоина, которая со временем расширяется и увеличивается, превращаясь в овраг. Далее овраг зарастает травой, кустарниками, деревьями, и его развитие останавливается. Склоны становятся пологими, и овраг превращается в балку. Подземные воды, в первую очередь грунтовые, изменяют рельеф местности. Своеобразный рельеф образуется на территориях, которые сложены горными породами – известняками, доломитами, реже гипсами и солями. Эти породы растворяются и выносятся водой. В земной коре появляются пустоты. Образуется карстовый рельеф. Что такое карст? Карст – это совокупность процессов и явлений, связанных с растворением водой горных пород и образованием в них пустот. Самой большой карстовой пещерой является Мамонтова пещера в предгорьях Апалачей в Северной Америке. Ее общая протяженность – 630 километров, а глубина – 124 метра ниже уровня моря. Возраст этой пещеры – 10 миллионов лет. Название не имеет никакого отношения к мамонтам. По-английски имя прилагательное мамонт имеет два значения – мамонтовый и огромный. В данном случае именно размеры пещеры дали ее название. Грунтовые воды изменяют рельеф местности. Они вызывают оползни – отрыв, исползание вниз масс горных пород, на крутых берегах рек, озер, оврагов. Оползни обычно возникают в местах чередования водонепроницаемых и водоносных горизонтов. Они приносят огромный вред человеку. Борьба с ними ведется путем укрепления берегов, снижения уровня грунтовых вод и другими способами. Обобщим и повторим материал, изученный сегодня. Выделяют пять типов питания рек – дождевое, снеговое, ледниковое, подземное и смешанное. В водном режиме рек выделяют фазы – половодие, межень, паводок. На реках полярных и умеренных широт в холодное время года образуется ледостав. Работа рек заключается в выработке речной долины, овременных водотоков, в образовании оврагов. Карст – растворение пород и образование в них пустот. Оползень – смещение вниз по склону горных пород при заполнении водоносного горизонта. Более подробную информацию по теме «Питание режим рек», влияние поверхностных и подземных вод на рельеф вы прочтете в параграфе 25 учебного пособия. Спасибо за внимание!